Доброе утро, друзья! В этом выпуске мы собрали для вас самые важные и интересные новости недели, произошедшей в регионах. Вы тем временем ставьте лайк этому выпуску и обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего в Беларуси и за ее пределами. 27 октября с самого утра предприниматели по всей Беларуси решили устроить демарш и отказались открывать свои павильоны. Причина проста – никто не понимает, как будет действовать подписанное недавно изменение в ценообразовании. А учитывая, что теперь за любые изменения цены можно получить уголовку или большой штраф, приостановить деятельность – пожалуй, самое логичное решение. Чиновники тут же отреагировали на забастовку и вместо того, чтобы объяснить, как использовать нововведения, попытались воздействовать на ситуацию репрессивными мерами. Закрытые павильоны начали переписывать, а их хозяев вызывать на ковер. Там предпринимателям угрожали огромными штрафами за прекращение работы без предварительного уведомления и уважительных причин. А на собрании ИПшников в Гомеле администрация советского района и вовсе призналась, что сама не понимает, как проверять ИП и на каком основании. Но смешнее всего отреагировало на Димаш предпринимателей и государственное телевидение. В эфире рассказали, что закрытие павильонов – это фейк, и на самом деле все павильоны работают. Тем более многие действительно открылись после обеда, испугавшись репрессий. Провластная активистка из Гродно испугалась тематических украшений к Хэллоуину и отменила праздник. Костюмированную вечеринку планировали провести в молодежном центре Гродно. Должны были быть конкурсы, подарки от партнеров и, естественно, музыка. Но известная городская скандалистка Ольга Бондарева, которая уже давно решает за всех, что, как и когда смотреть и читать, не смогла пройти мимо главного слета нечисти всех народов. «Как в стране, где Конституции закреплено требование каждому уважать наши национальные традиции, можно пропагандировать чуждое?» – разразилась Бондарева. «Как в стране с христианскими устоями про государственная газета может расхваливать праздник, прославление сатаны и другой нечисти?» И чиновники, не задумываясь, отменили мероприятие, заменив его какими-то вечеринками без тематики. Параллельно Бондарева с соратниками пожаловалась на хэллоуинские декорации, которые поставили возле входа в один из гродинских тату-салонов. Их также убрали. Тут без комментариев. В Гомельской области создают новую систему оповещения о воздушной тревоге. На сайте госзакупок появился соответствующий тендер от Министерства по чрезвычайным ситуациям. Новая система будет включать 53 устройства речевого оповещения и 154 сирены, которые установят по всей области. В самом Гомеле разместят 6 приборов для голосового сообщения об опасности. Два оповещателя появятся на имеющихся опорах на площади Ленина, еще 4 на улице Советской. На эти устройства можно будет подавать сигнал напрямую из Минска. С помощью системы можно будет предупредить население об аварии, стихийном бедствии, угрозе химического или радиоактивного заражения, а также о воздушной тревоге. На новую систему собираются выделить из областного бюджета 1 миллион 700 тысяч долларов. Сообщество железнодорожников Беларуси опубликовало статистику по количеству боеприпасов, ввезенных из Российской Федерации. С февраля по август этого года в нашу страну перебросили 37 267 тонн учтенных боеприпасов. Это 1390 вагонов, причем наибольшее количество, почти 27 тысяч тонн, было доставлено за февраль. В числе основных мест разгрузки боеприпасов была железнодорожная станция Лунинец, станции Гомельской области, а также станции Лида, Баранович, Осипович и Брест и некоторые другие. Как рассказал журналистом Медиаполисий Очевидец, выгрузка в Лунинце проходила на дальних путях, но это хорошо было видно с путепровода. Опасный груз перевозили в самых обыкновенных вагонах. Видимо, боялись использовать специализированные, чтобы не привлекать лишнего внимания. На разгрузке работал грузоподъемный механизм на базе военного автомобиля, а в нескольких десятках метров дежурил пожарный автомобиль Луниецкого Рочес. И все эти боеприпасы наверняка перевозились до складов прямо через населенные пункты, подвергая опасности всех жителей. Почти полмиллиона рублей потратят на закупку нового оборудования для госсми Гомельщины. Больше всего денег готово выложить Гомельское городское радио. 400 тысяч рублей. Это как бюджетные, так и внебюджетные средства. Закупиться собираются основательно. Полный список аппаратуры, которую хочет купить радио, размещен на сайте госзакупок. Обновляет технические возможности газета Гомельские ведомости. Здесь хотят купить фотокамеру и готовы за нее заплатить 13 тысяч рублей. Газета Маяк на их фоне выглядит скромнее. Здесь выделяют 7,5 тысяч рублей на фотокамеру. Не остались стороне и другие районки региона. Как правило, им нужны машины вычислительные цифровые. По усредненной цене в 6 тысяч рублей. Напомним, гомельские пропагандисты довольно часто обновляют свою технику. Причем всегда это немалые суммы. Но и удивляться тут нечему. Ведь еще в начале этого года стало известно, что финансирование государственных СМИ области увеличится на 30 процентов только на запуск новых информационно-аналитических программ. На телерадиокомпании Гомель в этом сезоне было выделено дополнительных 112 тысяч долларов. А вы говорите, нет денег на зарплаты врачам. Подляский отдел пограничной службы Польши опубликовал новое доказательство того, что белорусские военные помогают нелегальным мигрантам в пересечении границы ЕС. Видео было снято 26 октября с помощью кудрокоптера на участке погранпоста Бобровники. Граница в этом районе проходит по реке Свислочь. На видео видно, как группа из 12 мигрантов пытается подойти к реке с белорусской стороны. Группу сопровождают двое белорусских военных в форме и с оружием. Собрав мигрантов вокруг себя, они некоторое время дают им указания. В какой-то момент военные замечают далеко вверху квадрокоптер, спешно отворачиваются и закрывают лиса. Вскоре они выстраивают мигрантов цепочкой и куда-то их уводят. Военных сопровождает овчарка. Как заявляет погранслужба Польши, белорусские военнослужащие не прекращают активно участвовать в организации нелегального пересечения польской границы мигрантами. По информации ведомства, сейчас мигранты приезжают в основном из России. Они получают туда визы для учебы, работы, посещения близких, а фактически сразу по приезду садятся в организованный для них транспорт в Минск, Брест и приграничные города. Белорусские пограничники обеспечивают мигрантам попадание в приграничные районы, перевозят их и направляют в самые удобные места для пересечения границы. Например, там, где она проходит по рекам и болотам. По Сенинскому району нет средств не только на кареты скорой помощи, но и на мелкий ремонт. Напомним, несколько лет назад сельских фельдшеров из-за нехватки транспорта посадили на электровелосипеды. Это, конечно, не самый удобный вариант для медиков, но, по крайней мере, не пешком по деревенским дорогам ходить по вымирающим населенным пунктам. Естественно, тогда государственная пресса оптимистично писала, что велосипеды для фельдшеров – это не только средство передвижения, но еще и пропаганда здорового образа жизни. Но сейчас оказалось, что в районном бюджете нет денег даже на обслуживание этого транспорта. Это стало известно благодаря той же госпрессе, которая радостно сообщила, что на ремонт велосипедов выделено более 2000 рублей, но не из местного бюджета, не из областного и тем более не из республиканского, а из средств профсоюза. То есть сами врачи, считай, скинулись на ремонт своими взносами. Смотрите новости регионов в социальных сетях у YouTube Маланки каждый будний день, а также подписывайтесь на наш новый чисто новостной канал Маланка Ньюс в ТикТоке. Ну и не забывайте, что с нами можно делиться абсолютно любой информацией. Пишите об этом в наш анонимный чат-бот, адрес которого вы сейчас видите на своем экране. До встречи завтра и Живи Беларусь!